Друзья, всем привет! Продолжаю свою сагу о самодельной каретке. Я уже, это уже какое, пятое или шестое видео, я уже точно не помню про эту каретку с самого начала ее изготовления. Сегодня еще одно приспособление будет навес, скажем так, на эту каретку, про которую я говорил. Их можно делать огромное количество. Сюда вот сегодня еще один сделаем навес на эту каретку для того, чтобы изготавливать вот такого рода шипы. Ссылки на предыдущие видео по изготовлению этой каретки и ее обустройстве я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Я такие вещи всегда делаю из каких-то обрезков, которые у меня остаются от основной работы. Вот такой вот у меня обрезок фанеры толщиной 20 мм. Здесь у него 25 см. Это, я думаю, будет оптимально. Ну, я вообще думаю, что высота этой каретки будет оптимально где-то 25-30 см. Ширину я делаю приблизительно 120 мм. Также крайне важно иметь на одном из углов железных 90 градусов. Если нет где-то 90 градусов, то тогда в таком случае отторцуете дополнительно эту заготовку, дабы получить точные 90 градусов. Теперь я отрезал от большого листа фанеры толщиной 12 мм вот такой кусок, он чуть-чуть длиннее того куска и ширина здесь приблизительно 11 см. Сейчас я выровняю, отрезал я электролобзиком, сейчас я выровняю здесь вот эту сторону неровную из-под электролобзика. Срезал здесь буквально доли миллиметра. Ну а дальше отторцовываю их по длине, делая их одинаковыми по размеру. Срезаю с этой буквально доли миллиметра, а с этой сколько нужно, она у меня с припуском под обработку. Ну а дальше я отторцовываю вот эти заготовки, чтобы они были у меня одинаковой длины, сейчас они у меня не одинаковые. Делаю это упираясь вот в этот упор. Теперь моя задача будет вот здесь создать паз, вот в этом месте. Значит я сначала хотел это сделать фрезером, а потом подумал, давайте будем делать это все на одной каретке, вообще только все с использованием одной каретки. Значит я отставляю вот этот вот упор приблизительно миллиметров на 10. Выпускаю пильный диск приблизительно миллиметров на 5, здесь какая-то супер точность не столь важна и начинаю делать паз. Паз будет вот такой толщины, как вот эта толстая фанера. Этот паз я сделал минуты за 3. Если бы я пока искал фрезу, отстраивал фрезер и так далее, это время у меня заняло бы намного больше. Вот буквально там 3-4 минуты паз готов. Он у меня сейчас не до конца. Здесь нужно особое внимание самому последнему пропилу уделить для того, чтобы туда вот этот вот кусок фанеры вставлялся довольно плотно, не был прослаблен, не болтался там. Поэтому здесь мы будем ловить буквально уже доли миллиметра. Лучше лишний раз пропилить, чем делать прослабленный в данном случае паз. Все, вот у меня эта операция полностью получилась. Теперь просто наношу сюда клей и вставляю эту заготовку в этот паз и затягиваю струбцинами. После того, как мы затянули струбцины, обязательно проверяем соответствие углов. Везде должно быть 90 градусов. Вот здесь должно быть 90 градусов. Вот здесь должно быть 90 градусов. Потому что это критически важно. Чем точнее будет вот это приспособление, тем точнее мы получим в конце, на концов шип. Поэтому, если что-то где-то здесь не совпадает, обязательно подвигайте детали, перетяните струбцины лишний раз. Потратьте на это максимальное время, предельное время, потому что вот эта операция сейчас, пожалуй, самая важная. То есть создать здесь вот это приспособление с максимально правильной геометрией. Везде должно быть 90 градусов. Все, вот эта насадка к каретке готова. Теперь как я ее буду крепить непосредственно саму каретку? А крепить я ее буду ровно таким же образом, как я крепил вот этот упор. Абсолютно так же. Вот таким образом. То есть вот сюда просто вбиваю... То есть вот сюда просто вбиваю забивную гайку. Все, вот эта конструкция готова. Теперь смотрите, здесь есть еще пару нюансов. Значит, нам что нужно сделать? Нам нужно, чтобы была вот эта плоскость параллельно вот этой линии пропила. Это крайне важно. Обязательно следим за этим. Первое. И затем проверяем. Должно быть 90 градусов вот здесь и должно быть 90 градусов вот здесь. Это не всегда получается, потому что у нас существуют различные погрешности и так далее. Значит, смотрите, у меня они тоже здесь получились. Ничего в этом страшного нет. Я это решил просто вот путем подклейки вот сюда скотч. А вот сюда подклеил небольшой такой кусочек древесины. Вот, который потом аккуратненько отшлифовал и получил везде абсолютно уже 90 градусов. То есть теперь у меня никаких проблем нет. Вот, пожалуйста, параллельно линии пропила. Зазор здесь везде одинаковый. И здесь путем промеров я вижу прекрасно, что и здесь 90 градусов у меня. И вот здесь у меня тоже 90 градусов. Все. Вот эта вся коррекция готова. Теперь давайте попробуем сделаем какой-нибудь пропил. И еще одно очень важное дополнение. Для того, чтобы канал продолжал существовать и я мог выпускать подобные образовательные видео, мне крайне нужны и важны ваши помощи и поддержка. Для этого вы можете перейти по этой ссылке, она будет в описании и закрепленном комментарии, на мой новый ресурс. Это Boosty, российский аналог Patreon. Таким образом вы сможете поддерживать мой проект и получать еще больше самой полезной и ценной столярной информации. Это будет не только видео. Так, ну и еще один нюанс. Я вот здесь для удобства сделал вот такой выпил электролобзиком. Теперь мне будет удобно держать вот эту заготовку без струбцин, без всего. Вот просто вот так. Потому что раньше была она вот такая, соответственно держать было неудобно. Теперь просто я могу ее держать рукой. Здесь обработал наждачной бумагой, закруглил вот эту вот кромку и все. Так, ну и теперь напиливаем непосредственно сам шип. Делать я это буду на таком произвольном брусе из бука. Естественно, нужно, чтобы здесь везде были прямые углы и он был отторцован под 90 градусов. Это крайне важно тоже будет для точности изготовления этого шипа. Значит, теперь вот это само приспособление, оно будет использоваться у нас как упор. Вот в первой операции я здесь буду прорезать перпендикулярно длине. Сначала выпускаю здесь пильный диск. Ну, делаем произвольный шип без привязки к какому-либо размеру. Сам просто принцип я показываю. Ну, там, предположим, это будет 5 миллиметров у нас. Так как такие операции никогда не делаются для какой-то одной детали, очень-очень редко, как правило, делается для группы одинаковых деталей. Вот представим, что у нас вот таких вот там 10 или 20 одинаковых брусов. Вот делаем первую операцию. Ну, и то же самое делаем, соответственно, на других брусах, которые нам нужны. Теперь выстраиваем пильный диск высотой, чтобы он был приблизительно посередине этого пропила. И выстраиваем вот эту каретку, перемещаем туда. То же, как нам нужно вот здесь снять. Будет все зависеть от того, какой толщины у нас должен получиться шип. Делаем это немного меньше, чем он должен получиться. А потом потихонечку сюда ее смещаем до той поры, как шип у нас получится нужной толщины. Перемещаю каретку немного еще, потому что вот еще недостаточно я срезал. Еще, наверное, нужно примерно полмиллиметра. Подбираем, короче, нужную толщину шипа. Все, отлично. И теперь делаем уже все вот эти детали по вот этому уже отстроенному размеру. И так же делаем все остальные уже детали. А теперь все то же самое делаем по кромкам. Не меняя вот вылет вот этого пильного диска, а лишь переместив вот эту вот саму каретку. И опять так же, потихонечку смещая ее сюда, добиваемся правильного изготовления, ну, в смысле точности этого паза. Все, и вот так делаем на всех деталях, которые нам нужно сделать. Ну и вот, как видите, этот шип у нас получился достаточно высокого качества, несмотря на то, что все это абсолютно самодельное. Все, конечно, зависит от точности отстройки всего этого приспособления и от пильного диска. Если вам понравился способ, который я вам сегодня показал, то тогда пишите в комментариях. Я сниму еще одно видео, в котором покажу вам, как подгонять подобного рода шипы уже под конкретные пазы, чтобы это было абсолютно как бы с минимальным количеством трудозатрат, без каких-то измерений, без размеров. И делать это просто и легко, чтобы шип не был прослабленный, вставлялся так, как надо. Ну, в общем, все вот эти вот нюансы и так далее пишите в комментариях, сниму еще одно видео. А если, еще раз повторюсь, вам все это понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok